Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Разработчики выставили на продажу PZM54, премиумную среднюю машину пятого уровня, которую можно купить в любой момент ветки исследования за 2400 золота. Ребята-разработчики выставили на продажу за 2000, что уже гораздо интереснее, с учетом того, что на 400 голды дешевле. Это первое. И второе, что в комплекте с данной машиной вы получаете себе, но я не буду говорить про камуфляж, потому что, во-первых, на любителя, во-вторых, это не является для меня лично какой-то ценностью. Но в комплекте с данной машиной вы получаете Х5 в количестве 10. Ребят, 10 штучек и подходят на любые танки, а не только на PZM54. Открытое все оборудование, какая-никакая, пускай несущественная, но все же экономия и слот в ангаре. Понятное дело, что покупая машину в веточке развития, вы потратите лишних 400 золота, если она вас, эта машина, интересует и вы не хотите ожидать каких-то скидок на нее. И даже если скидки на эту машину будут, но, соответственно, вы тогда возьмете себе просто голую машину. Здесь же еще есть какие-то небольшие плюшки. Я не буду останавливаться подробно на технических характеристиках по данной машине, заценим с вами орудие, остальное можете посмотреть по ссылочке. Вверху, вот здесь, вот в пределах видео появится, на обзорчик на данную машину, заходите, смотрите дополнительные катки и дополнительную информацию по техническим характеристикам машины. 110 пробития, 160 альфа, что, кстати, неплохо на пятом уровне, потому что, как правило, 160 альфы сейчас ставят на машины шестого уровня, которые у нас есть в батл пассах каждый месяц. 7 секунд перезарядки, честно говоря, немножко долговато. Вот сейчас уже играется долговато, раньше было куда бодрее. 1356 единиц ДПМа, которые, кстати, вполне себе реализуем, из-за наличия какой-никакой, а все-таки брони по машине. Время сведения, разброс, заценим непосредственно в бою ровно и то, насколько хорошо или плохо играется минус 10. Как говорится, не будем тянуть катан за резину в долгий ящик, просто отправляемся в бой, пока нас туда бросает. Хочу попросить каждого из вас сделать одолжение, подпишитесь на канал, если вы за честные обзоры. Если вы хотите знать, как будет машина играться вашими руками, если вы средний игрок, а не скиловик, то вам лучше смотреть мои обзоры, а не обзоры человека, у которого 70% побед. Те ребята, которые имеют такое количество процентов побед, они играют существенно лучше вас, скорее всего, если у вас ниже процент побед, но и, соответственно, вы по определению не сможете настолько качественно реализовывать все возможности машины, как показывают это скиловики. Поэтому, если вы хотите знать, как вашими руками машина будет играться, смотрите на то, как играет на ней человек, приблизительно так же играющий, как и вы. Итак, ребят, возвращаемся к ПЗшке, а я заранее вам безумно благодарен за подписку на канал и за лайк под данным видео. Буду тоже безумно благодарен, мне будет крайне приятна оценка вами моих трудов. Итак, ПЗшка передвигается в целом, ребятки, я бы сказал, для среднего танка нормально. Да, безусловно, она не хватает каких-то там звезд с неба, да, она не срывается в голубь, но ехать на ней можно, передвигаться получается, менять позиции тоже. Назад откатывается машина не сильно бодро, и будьте готовы к тому, что если вы захотите быстренько куда-нибудь откатиться, свилять, у вас это не получится. Угол склонения минус 10, но обратите внимание, что на вот этой вот горке их не хватает. Вроде бы и минус 10, а реально не достает, вот прям совсем не достает. Мне всегда было интересно, может минус 10 это прям максимальный угол наклона с учетом того, что ты на борт орудия склонишь. Может так считается у нас в таблицах. Именно поэтому, ребят, я и говорю, что многие вещи, многие технические характеристики недостаточно просто заценить, зайдя в какую-нибудь табличину. Надо еще заехать на машине в бой, надо еще посмотреть, на что она реально способна, и действительно ли те цифры, которые написаны в таблице, они являются комфортными и приятными. Вот что касается точности, что касается сведения, очень даже бодренько, очень даже четенько. Вопросов абсолютно никаких по пушке никогда в этом отношении особых не имел. Безусловно, бывают какие-то такие моменты дискомфортные, но, ребят, очень мало танков в игре, на которых таких моментов прям совсем не бывает. Раньше данная машина очень бодро добирала всех тараном. Сейчас ты этого себе, к сожалению, позволить по какой-то причине не можешь. Я сейчас, скорее всего, доберу этого товарища, если позволит мне мое КД. А раньше, ребят, я мог делать по 3-4 фрага на данной машине именно путем того, что просто ехал на соперника, кидал в него урон, а после этого влетал в него бешеным своим тараном, которым мог нанести ему урона еще и больше, чем наносит сама пушка. Но на данный момент почему-то, вот почему-то, абсолютно необъяснимым причинам по каким-то, машина так уже перестала играться. И это у нее забрало существенное-существенное количество фана. ПЗМ4Д, спасибо тебе большое за то, что прикрыл мой тыл, но было бы неплохо, чтобы ты меня еще и не поджимал. Тогда у нас, мне кажется, результат может быть немножечко получше совместной игры. Ладно, не будем отвлекаться, я ни на кого никогда не серчаю, каждый играет так, как он умеет. Я не люблю, не люблю обижать кого-либо, ну кроме тех случаев, когда прям видно, что игрок делает это специально. Когда игрок это делает специально, тогда да, тогда действительно хочется сорваться в каком-то гневе и высказать ему все, что я о нем думаю в чате. Ну а в подобных случаях я больше чем уверен, что парень просто случайно, абсолютно случайно меня поджал. Так, есть один АФК, я не буду по нему отрабатывать по одной простой причине, потому что не смогу таким образом показать честный урон. Но давайте сделаем так, я сейчас попытаюсь забрать сушечку, после этого подъеду уже, помогу нашим товарищам и уже только потом вернусь за вот этим АФК. Я понимаю, что он может проснуться и, как правило, в обычных обыденных боях я всегда добираю АФКшных, никогда их не оставляю, но, во-первых, потому что это возможность и способ получить дополнительный урон, который я у кого-то забрал себе в копилку, соответственно, от этого зависит мой заработок. Но если я сейчас сконцентрируюсь исключительно на АФКшном товарища, то, соответственно, получится, что тот урон, который я набросал за бой, по результатам боя и нашего с вами обзора будет не совсем показательным. Ну, либо придется сидеть и на калькуляторе это все дело минусовать или считать на коленке. Так, Мэджай, Мэджай, я не хочу с тобой встречаться, честно. Мне бы очень сильно не помешало, чтобы ребята сейчас сконцентрировали свое внимание на том, кто может реально сейчас изменить ход событий, ну, допустим, путем того, что вынесет меня. Я не поехал добирать АФК, вместо меня это начали делать мои союзники. Молодцы, ребята. Вместо того, чтобы помочь выиграть, они поехали себя набивать. Но, в целом, я и сам периодически таким грешу, но только не в тех случаях, когда от того, что я забираю АФК, зависит, а будет ли в целом победа. Так, Мэджай, я сейчас психанул, я психанул, я виноват, я не пробил. Это не косая пушка, не косое орудие. Так, стреляю, ребята, голдой просто для того, чтобы наверняк пробить. Итак, 4 фрага, ребят, по результатам боя. Хорошо или плохо отыгралось? Нормально отыгралось, я получил удовольствие, все было классно, но все-таки многих вещей машинки не хватает. Не хватает немножко подвижности, не хватает немножечко быстрее КД или чуть-чуть больше Альфы, но в целом вполне себе даже играбельно. По результатам нашего боя 1414 единиц урона, 4 сделанных фрага. Да, добирал недобитков, кого-то долго разбирал, но в любом случае свой вклад в победу на машине смог сделать. В команде по урону занял первое заслуженное место. Это, ребят, при том, что наша Су-85Б вообще ничего не набросала, а эти двое товарищей особо тоже никакого вклада в победу не сделали. Ну да, что-то там кинули, но, согласитесь, все-таки не совсем. Нам повезло, что у АФКшника был один из противников, поэтому, наверное, и вытащили. Но, как сыграли, так и засыграли, слава богу. Что касается фарма. Значит, по фарму, ребят, получается вот так вот. Так, с учетом прем-аккаунта 40 тысяч. С учетом того, что на пополнение боекомплекта я потратил 5, грубо говоря. С учетом того, что я играл голдой. Но это был залог победы. И лучше голды больше слить. Но и, соответственно, меньше получить немножечко по серебру, чем могло бы быть. Но гарантированно все-таки получить. Вот такой вот он ПЗ-5-4. Сейчас на продаже стоит, ребят, еще Игорек за 2000 СУ-100У. И честно, между этими двумя танками за 2000 я бы все-таки выбрал Игорька. Объясню почему. Первое. Во-первых, потому что машина шестого уровня, а не пятого. Во-вторых, потому что СУ-100У появляется на продаже все-таки реже, чем ПЗ. ПЗ появляется еще по скидкам на ту технику, которая в ветках стоит премиумная. Там его еще можно купить. Да его и в принципе можно купить в любой момент. А вот СУ-100У появляется не постоянно на продаже, а периодически. Что касается комплекта того, что вам сюда вкладывают, то здесь есть на СУ-100У Х5. И да, это позволит вам только пофармить себе свободки и элитный опыт экипажа поднять. Там же в комплекте идет то же самое, но на любой танк. И здесь есть 14 дней према, ребят, что тоже, кстати, немаловажно. Поэтому набор с Игорьком я лично считаю более выгодным. Покупать ли набор с ПЗшкой, безусловно, решать исключительно вам. Я никого не агитирую, я просто показываю машины такими, какие они есть руками среднего танкиста. Спасибо вам большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всегда жду вас. Мира вам и спокойствия. Пока-пока.